МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Во имя детства. Стартовал благотворительный марафон детского фонда. 550 наград. В Чебоксарах учредили памятную медаль. За здоровый образ жизни. Правительство и врачи провели встречу по хоккею. Дорогую добра. Сегодня в Республике стартовал марафон именем детства во имя детства. Благотворительная акция. 23-я по счету. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даю старт открытию Республиканского благотворительного марафона именем детства и во имя детства. Праздник. Облегчить, а то и спасти чью-то жизнь. Деньги от участников марафона направляют ребятам, страдающим ДЦП и туберкулезом. На поддержку малоимущих семей, реабилитационных центров, интернатов. Важен каждый рубль. Только в прошлом году собрали порядка 8 миллионов. Михаил Игнатьев отметил, что в Республике растет число меценатов. Органы власти, общественные организации, предприниматели сообща объединяют и человеческие ресурсы, и материальные ресурсы. Для того, чтобы нравственность, мораль и этика была на высочайшем уровне. Первый вклад в копилку марафона от депутата госсовета Юрия Кислова. На протяжении 15 лет именно он руководил региональным отделением детского фонда. Марафон вперед! Михаил Васильевич уже объявил. Спасибо за добрые дела, за такое прекрасное открытие. По итогам марафона в детском фонде назначают стипендии. Победителям олимпиад проводят чемпионаты по волейболу и приобретают инструменты для творческих коллективов. Каждый год активное участие в благотворительном проекте принимают работники предприятий и муниципалитеты. Главное правило марафона – адресная помощь детям. Каждый район по своему усмотрению оказывает своим жителям помощь. Именно тем родителям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых дети тяжело больны, они направляют из собранных средств жителями района на помощь конкретным семьям, чтобы дети могли поехать получить какую-то дополнительную помощь. Подвести итоги марафона планируют летом. Внести свой вклад в общую копилку может каждый. Сегодняшний подарок детям – спектакль от театра «Кукол». Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Бахтияр Велиев. Республика. Деловой климат, в отличие от географического, можно трансформировать. План мероприятий накануне обсуждали в Доме правительства на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата. Федеральный десант. В апреле Чебоксары примут выездную стратегическую сессию федеральных органов власти. Это одно из мероприятий, вошедших в план трансформации делового климата. Утвердил его председатель правительства России Дмитрий Медведев. Планируем на данной сессии рассмотреть вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата в субъектах Приволжского федерального округа Российской Федерации и обменяться опытом по лучшим региональным практикам субъектов Российской Федерации. Власть должна оперативно реагировать на запросы бизнес-сообщества и организовывать качественное и оперативное взаимодействие. Один из вариантов – 29 многофункциональных центров. В некоторых созданы отдельные бизнес-окна. По данным Минстроя Чувашии, сокращаются сроки оказания государственных услуг. Например, застройщики оформляют документы на градостроительный план участка не за 25 дней, как указано в нормативах, а за 11 дней. В 2018 году исключены лишние процедуры. Например, не требуется согласование технических условий с коммунальными службами, получение справок об отсутствии памятника в истории и культуре, согласование органам местного соуправления проектных условий и архитектурно-градостроительных решений, получение ордера на производство земляных работ. Через портал Госуслуг бизнесмены могут подавать документы удаленно. Регистрация предприятий в электронном виде проходит всего за два дня. С 1 января 2019 года уже отменена госпошлина за следующие регистрационные действия в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей при условии направления документов в регистрирующий орган в электронном виде. Эта отмена госпошлина распространяется и на случай подачи документов в рекорган через МФЦ или через нотариуса при условии дальнейшей отправки документов в регистрирующий орган в электронном виде. Если возможностью оформлять налоговые документы через единый портал предприниматели активно пользуются, то вот застройщики не так активно переводят бумаги в онлайн-вид. Есть несколько причин. Первое. Сами заявители пока к этому не готовы. И приносят документы, консультируются. Удобнее им оставлять в бумажном виде, потому что это огромный пакет документов. И не хотят тратить время на то, чтобы загружать это в электронном виде. Нет жесткого требования и утвержденного в законодательстве нормативного акта, который бы позволял нам требовать именно в электронном виде. В ходе совещания поступило предложение принять в республике новый нормативный акт, который будет рекомендовать органам местного самоуправления и исполнительной власти обеспечивать подачу документов исключительно в электронном виде. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Чувашия стала самым экологически чистым регионом Приволжского федерального округа по итогам прошедшей зимы. Национальный рейтинг обнародовала общественная организация «Зеленый патруль». Рейтинги экологического благополучия «Зеленый патруль» составляет 4 раза в год, начиная с 2008-го. Лидерами федеральных округов по итогам прошедшей зимы стали Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, Северо-Кавказский федеральный округ, Карачаево-Черкесская республика, Приволжский федеральный округ, Чувашская республика, Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Дальневосточный федеральный округ, Магаданская область, Уральский федеральный округ, Тюменская область. В общем списке национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации Чувашия сохранила 12 место. Прошло заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования Дня Победы. Дня Победы. Проголосовали за учреждение специальной медали к 550-летию Чебоксар. Досрочно прекратили полномочия одного из депутатов и заслушали доклад о том, как работали правоохранительные органы. Такой стала повестка дня 38-го заседания городского собрания депутатов. За прошлый год в столице Чебоксар на 7% сократилось количество преступлений. В два раза меньше стало убийств и разбоев, озвучила депутатам статистику заместитель начальника управления МВД по Чебоксарам. Цифры были бы еще лучше, однако картину портят так называемые разливайки. Всего в таких заведениях совершено 120 преступлений, из которых основную массу совершают кражи. В результате скоординированной работы наружных нарядов из пятийных заведений доставлено в отделы полиции 6 613 граждан за совершение административных правонарушений. На такие заведения депутатам часто жалуются и жители. Вместе с представителями столичной администрации народные избранники устраивают рейды. Однако, чтобы закрыть пятийные заведения, нужно изменить законодательство. Над этим вопросом пока идет работа. Из решений, которые уже приняты, учреждение памятной медали к 550-летию Чебоксар. Депутатский корпус высказался единогласно за. Всего в этом году планируется вручить 550 таких медалей. Их получат чебоксарцы, которые своей личной деятельностью оказали значительное влияние на развитие столицы Чувашской республики. Первые чебоксарцы, которые получат эти медали, конечно, будут наши ветераны. Еще одно принятое решение – досрочное прекращение депутатских полномочий Алексея Шурчанова. Таким образом, в городском собрании осталось 42 депутата. Смотри цифру. Ровно месяц остается до отключения аналогового вещания телевидения. 15 апреля произойдет переход на более качественное цифровое эфирное ТВ. Параллельно с федеральной горячей линией запущена и региональная. Ее работу и другие аспекты перехода от аналога к цифре обсудили сегодня на заседании комиссии по внедрению информационных технологий. 15 марта телевизоры, принимающие аналоговый сигнал, вместо картинки покажут синий экран с двумя номерами телефонов горячих линий – 8 800 220 2002 и 8 8352 26 11 11. В Чувашии помощь населению по телефону начали оказывать с 4 марта. За 10 дней работы региональные специалисты приняли более 300 звонков и оформили около 50 заявок на помощь волонтеров. Их, кстати, специально обучили, чтобы помогать настраивать приставки, которые придется приобрести тем, у кого телевизоры 2014 года выпуска или ранее. Для удобства зрителей некоторые федеральные каналы разместили букву «А» рядом с логотипом, чтобы напомнить, что их телевизор ловит только аналоговый сигнал. Для того, чтобы нашим жителям было более комфортно, особенно в сельской местности, Почта России взяла на связи с тем, что почтальоны, разносящие не только доставляющие корреспонденцию, а также пенсию и другую информацию, у населения принимают заявки на поставку этого оборудования и непосредственно доставляют это оборудование до непосредственно самих жителей. Настроить приставки помогут волонтеры, таких в Чувашии свыше тысячи во всех районах. Их можно пригласить или получить консультацию по телефонам горячих линий. Напомню, что 15 апреля стартует вторая волна отключения аналога. Первая прошла 11 февраля этого года. На цифру уже перешли семь регионов России. Ярославская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Пензенская, Магаданская области и Чеченская республика. В историческом архиве Чувашской республики сегодня обсудили социокультурный феномен наших земляков братьев Турхан. Посвященная им монография, вышедшая в серии «Замечательные люди Чувашии», претендует на государственную премию в области литературы и искусства. Автор монографии и заместитель директора исторического архива Чувашии Федор Козлов уверен, братья Турханы – наглядный пример общего развития чувашского этноса и формирования национального духовенства. Родившиеся в обычной крестьянской семье все трое получили образование. Сначала домашнее, затем в церковно-приходской школе, учительской семинаре. Все трое были одарены творчески и внесли существенный вклад в историю, поэзию, фольклористику и церковную жизнь Чувашского края. Началась история конкретно с Якова Турхана, а потом, когда я посмотрел, какая это семья, оказалось, что там не только один брат такой, неординарная личность, но и два других брата. Ничуть не хуже по своей значимости, чем тот человек, который мне изначально стал интересен. Потому что у каждого из этих троих, кто попал в эту книгу, она судьба такая по-своему уникальная. Судьбы Якова, Андрея и Федора Турханов наглядно иллюстрируют положение представителей национальной интеллигенции в начале 20 века, тесно переплетаясь с событиями, происходившими в Чувашии на изломе эпох. В книге приводятся уникальные и ранее неизвестные архивные документы, воспоминания современников, интервью потомков. Все это позволяет детально восстановить жизненные и творческие пути каждого из героев. Они активные, можно сказать, участники национального движения. Они участники основания первой газеты, ХБР, Чувашской газеты. Понравилось все. Я ее прочитал. Потом некоторые места даже перевел на чувашский язык. И очень все ново, все до сих пор не излучено. И смело, можно сказать, до сих пор про Турханов из-за того, что они в свое время были священниками, про них очень мало писали. В приложении к основному рассказу о братьях Турханах приводятся копии интересных архивных документов. Это позволит составить более полное представление об их характерах и мировоззрении. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Правительство Чувашии провело товарищеский матч по хоккею с командой республиканского онкологического диспансера. Кто чаще поражал ворота соперника в нашем материале. Затащить коньки перед самым выходом на лед. Обсудить с напарниками игровую тактику. На скамейке команда правительства республики последние приготовления. Сегодняшний соперник команда молодая. Сборная онкодиспансера появилась год назад, но на борьбу настроены серьезно. Острые моменты с первых минут. Открыли счет игроки-медики. Спустя несколько минут увеличили преимущество. Мы под станцию скорой медицинской помощи города Новочебоксарск. Болеем за онкодиспансер. Команды подготовлены, играют хорошо. Но онкодиспансер все-таки лучше играет. В первый игровой отрезок команда правительства Чувашии сумела сократить отставание. Шайбу забросил председатель правительства Иван Моторин. До перерыва счет 2-1 сохранить не удалось. Нападающий команды онкодиспансера вышел один на один с вратарем противника и не оставил ему шанса. Я на всех хожу. На любительских, если могу, но на хоккейный клуб Чебоксары хожу всегда. А сегодня, ну как, тоже любительский хоккей. Сегодня тоже. Да онкодиспансер. Я сама врач, потому что у нас братство медицинское. Во второй 20-ти минутке игроки подарили зрителям еще 5 заброшенных шайб. На этот раз все ворота команды медиков. У нас нет такой цели, вот, именно, чтобы кто-то победил. Мы здесь получаем положительные эмоции. Когда с разными командами встречаешься, по крайней мере, всегда самооцениваешь, на что мы способны. Как команда, команда сплоченная работает на результат или на победу. Это очень важно. Да, соперник силен, очень силен. Они тренируются, конечно, давно, у нас всего лишь стаж год, поэтому мы еще потянемся, счет рабочий, пока играем. В заключительном игровом отрезке команда правительства еще трижды забила гол в ворота соперника. Игровой счет на Табуо 9-3 в пользу правительства региона. Но цифры не самые главные в этом матче, уверенные игроки. Активность с пользой для здоровья провести время гораздо важнее. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. 16 марта Чебоксарский пункт передержки животных проведет ярмарку-раздачу бездомных собак. Щенки и взрослые четвероногие будут ждать вас. Любой желающий может забрать домой понравившиеся животные. Для этого нужно будет заполнить необходимые документы. Поэтому не забудьте взять паспорт. Все пушистые, здоровые, привиты. Если нет возможности приютить собачек, здесь будут рады любой помощи. Вы можете принести поводки, ошейники, корм, ветпрепараты для братьев наших меньших. Выставка пройдет на третьем этаже ТЦ «Мегамол» с 13.00 до 18.00. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее разговор по существу с директором муниципального предприятия «Теплосеть» Алексеем Щепелевым. А я прощаюсь до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин